Телеканал HBO представил уже успевшую стать скандальной документалку «Покидая Неверлэд». В фильме жертвы сексуальных домогательств со стороны Майкла Джексона раскрывают неизвестные всем факты о происходящем в доме поп-короля. Опра Уинтри встретилась с герой Лентой и задала главный вопрос – почему они годами терпели насилие? В первой серии документального фильма Уэйт Робсон и Джеймс Сейвчек рассказали, как познакомились с поп-идолом. Первому было 5, второму 10 лет. В ленте озвучены грязные факты, как Майкл учил их оральному сексу, показывал порнографию. С одним из мальчиков они играли в свадьбу, а после исполнили супружеский долг. «Почему вы продолжали хотеть быть рядом с этим человеком? Уэйт, вы вообще пытались устроиться в команду Майкла и поехать с ним в тур? Вас ведь оскорбили. Как это возможно?» «Сейчас я понимаю, что это было оскорблением. Тогда я любил Джексона и не понимал, что происходит. Хотя никогда не забывал все сексуальные подробности, которые были между нами. Мне казалось это нормальным на протяжении многих лет». Уэйт и Джеймс при этом назвали Джексона самым добрым, нежным и заботливым человеком. Кстати, оба главных героя ранее защищали знаменитость в суде. «Почему в 93-м ты все отрицал?» «Я не свидетельствовал не потому, что я думал, что я делаю что-то хорошее, а Майкл что-то плохое. Я боялся. Это было в новостях 24 на 7. Было слишком много внимания со стороны всего мира». Поклонники Джексона активно хейтят Опру после этого интервью. А наследники суперзвезды подали на HBO в суд, требуя 100 миллионов долларов за клевету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова